Я грею счастье Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Оля. И в этом видео хотела бы рассказать вам о развитии нашего ребенка, нашего Мишутки в 4 месяца. И если вам интересно, то оставайтесь, конечно же, со мной. Итак, в этом видео хотела бы поделиться с вами о развитии, как мы развились до 4 месяцев, что мы умеем в 4 месяца. Начали в данный момент вот и Катя, бедненький мой котеночек. Вот он он, вот он он такой уже большой, икик наш большой мальчик, да? Сейчас расскажем, расскажем, как у тебя дела, зайка. Да, начну с того вообще о развитии, потом расскажу о нашем сне и о нашем кормлении. Развитие у нас такое, что в 4 месяца мы стали уже активно хватать игрушки, смотреть за игрушками, следить за ними, именно брать в ручки и улыбаться, смеяться, реагировать полностью. Мы научились уже переворачиваться на бочок, на животик он пытается у нас переворачиваться. Иногда это получается у него самого, а иногда это не получается. И мне приходится, конечно же, помогать. Вот, что мы еще умеем? Также мы тянем все абсолютно в рот, руку, игрушку, все, что лежит, одеяло, полотенце, мамину руку. Все, что возможно и только невозможно. Также мы куда-то всегда тянемся. И очень сильно стали противничать, можно сказать. В 3 месяца он лежал у нас, играл с игрушками, был спокойный. Сейчас это время, к сожалению, можно сказать, прошло. Ему все очень интересно познавать. Спокойно с игрушками он не остается лежать. Он начинает хныкать, требует внимания. И просто так его уже не оставишь. Вот. И, как вы видите, в данный момент кто-то здесь тоже очень активно поглощает свою руку. Также он начал у нас активно, можно сказать, разговаривать. Точнее, гулить. Или как-то еще сказать. То есть ребенок мой полностью, когда смотрит с игрушками, или я ему меняю подгузник, он начинает хорошо, можно сказать, сильно и уверенно со мной общаться. Как это проявляется? Он начинает делать «ау, аа, аа, мама». Ну, мама, конечно, он еще не говорит. Но когда он начинает такие завывать сиренады, он нас слышит, в принципе, наверное, я думаю, весь дом. Потому что сосед с нами уже особо и не здоровается. Также, что касается теперь чужих людей, он начал определять, свои мы или не свои. Чужих людей, если к нему подойдут близко, чужие люди начнут его рассматривать, он боится и может расплакаться. Мы были у врача, и врач резко к нему подошёл, он напугался и расплакался. Так что, если к нам кто-то приходит первый раз, и он не знает этих людей, мы всегда ребёнка начинаем держать, может быть, метра четыре, наверное, вдали. Так как, как я уже сказала, он боится, он начинает тогда потом рассматривать людей. И когда он уже сдалека всё рассмотрит, познает и поймёт, что нет никакой опасности, тогда этот человек может, в принципе, подойти к нему поближе, и ничего не произойдёт, он будет улыбаться, смеяться и радоваться. Вначале, да, такого лучше не делать, он начинает сразу же у нас хныкать. В общем, вот такие у нас развития. Уже мы головку, конечно же, держим хорошо. И пытаемся встать даже на локти, что тоже немаловажно. Мы уже раскрываем полностью ладонь, когда кушаем или когда тоже лежим на животике. Кстати, на животике это теперь наша любимая поза рассматривать всё, лежать, смотреть. Потому что до этого ему было это достаточно тяжело. А сейчас он может по полчаса лежать на животике, рассматривать. И когда он начинает уставать, он начинает хныкать, проявляет свой характер таким образом. И хотела тоже добавить, когда он переворачивается со спины на животик, и если у него не получается переворот, то он тоже начинает создавать такие всякие звуки. Он не плачет, а именно злится и проявляет тоже таким образом свою уже эмоциональность. Вот так вот выглядят в данный момент наши будни, можно сказать. Ребёнок, как вы видите, всё хватает. И стало, я бы сказала, немножечко сложнее с ним, потому что он, можно сказать, в данный момент ещё особо ничего не умеет. То есть он не умеет куда-то оползти, что-то рассматривать. Ему всё очень интересно, но он ничего не умеет. Поэтому получается так, что я в данный момент стала таскать его больше на руках. Как раньше было так, что я могла позволить его положить рядом с игрушками, он лежал и просматривал, и не плакал, то сейчас я уже не могу этого сделать, так как игрушки ему уже поднадоели, и становится ему всё очень скучно, и, естественно, хочется рассматривать мир. Мир рассматривать можно тогда, когда мама таскает на руках. Вот, поэтому стало в этом плане чуть-чуть посложнее, и он стал немножечко покапризнее. Дальше хотела бы рассказать о нашем сне. Спим мы, в принципе, хорошо, но встаём теперь два раза ночью. Опять же, в три месяца сравню так. Мы вставали один раз ночью, точнее, мы засыпали в часов 9-10, и просыпались в 6 утра. Сейчас развитие, можно сказать, шагнуло вперёд, и ребёнку всё стало гораздо интереснее. И также ночью, если он проснётся, то начинает всё рассматривать, и сразу же уже не засыпает, как это было раньше. Поэтому теперь мы встаём в основном два раза ночью. Это может произойти и в 2 часа ночи, и в 3 часа, и в 4 по-разному. То есть засыпаем мы примерно так же в 9, и просыпаемся где-то в 3, в 4, а потом в 7. И после 7 утра, если раньше мы ещё засыпали и спали, например, до 10, то сейчас мы просыпаемся в 7-8, и спать больше не хотим. Уже хотим рассматривать мир. И, да, сон наш значительно сократился. Днём мы перестали практически спать. Днём мы больше бодрствуем, хотим всё смотреть и рассматривать, как я уже говорила. И ночью стали тоже значительно хуже спать. Не знаю, как это у кого. У нас это такой вот рывок развития, дало себе знать. И в данный момент, да, от ребёнка, можно сказать, теперь уже не отойти. Потому что внимание везде. И капризуля, капризуля. Даже если держишь на руках, он, если устаёт вот так вот со временем, то тоже начинает капризничать. Да, да, вот именно так. Ой, всё, а чё такое там? А чё там такое? А чё там такое? Да, чё там такое? Да, капризулька. И надо обязательно скушать руку, да, да. Надо обязательно мамину руку скушать. Как вкусно! Ой, как вкусно! Да, да. Вот так. Да, зайка. Как вкусно, да. В общем, вот такое наше развитие. А насчёт кормления хотела добавить то, что мы кормим ребёнка исключительно только грудное скармливание у нас. Мы не даём никакие ещё ни добавки, ничего. Нам всего 4 месяца, и нам очень рано что-то такое давать есть. Вот, и да, ладненько, друзья, спасибо большое за просмотры. Вот такие вот были наши 4 месяца. Я теперь буду записывать каждый месяц о нашем развитии, что мы умеем, какая у нас фаза, лёгкая на нелёгкая. В данный момент, как я уже рассказала, у нас слегка она ухудшилась, точнее, стала посложнее. Посмотрим, как это будет в 5 месяцев. Да, в 3 месяца было гораздо легче с ребёнком, сейчас становится уже ему всё интересней, и уже просто так не посидишь. Ну всё, счастливо, пока-пока. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано, глаза мои завязаны, но я всё вижу. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано, мне всё про всё рассказано, и я всё помню. Я грею счастье внутри, смотри, я грею счастье внутри, смотри. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано, глаза мои завязаны, но я всё вижу. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано, мне всё про всё рассказано, и я всё помню. Я грею счастье внутри, смотри. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано, и я грею счастье внутри, смотри. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано, и я грею счастье внутри, смотри. Я грею счастье внутри, смотри, я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано, и я всё про всё рассказано, и я всё помню. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано, и я грею счастье внутри, смотри. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано, и я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано, и я грею счастье внутри, смотри. Нам почти уже через несколько дней четыре месяца